Ну а в Вятских Полянах и в оздоровительном лагере «Чайка» уже началась вторая смена для детей из многодетных семей, малообеспеченных и попавших в сложную жизненную ситуацию. Как убедились Людмила Галакова и Андрей Третьяк, каждый день ребят наполнен интересными событиями. Ходить на вятку – любимейшее занятие ребят. В этот раз социальные работники приготовили им сюрприз. Предложили погрузиться не в воду, а в историю древнерусского праздника Ивана Купалы. В Вятскополянском комплексном центре социального обслуживания за многолетнюю практику организации летнего отдыха детей из категории семей, нуждающихся в помощи, сложилась традиция делать пребывание ребят в оздоровительном лагере познавательным, творческим и активным. Благо, что сами социальные работники обладают неистащимой фантазией и умеют увлечь любую аудиторию. У нас никто не остается без внимания, детки. Вот проводим мы, ходим на экскурсии в исторические музеи, посещаем шпаги на музей, посещаем заводской музей, библиотеки. Сами проводим на местах разработанных мероприятий. Сотрудники отделений социальной реабилитации и психолога педагогической помощи с удовольствием приняли участие в празднике Ивана Купалы. В роли водяных русалок, чтобы донести до ребят то, что в старину их сверстники хорошо знали. После Ивана Купалы недолго ждать Иваново дня и начало купального сезона. Это на Руси был очень почитаемый праздник. И он считался таким самым веселым, разудалым, разухабистым. И поэтому мы выбрали этот праздник. И вот уже считается, что вот в эти дни, когда Иванов день прошел, и вплоть до Ильи на дня можно купаться. Потому что вот по сценарию-то у нас пришел водяной русалка, эта вся нечисть уходит из воды. Вода становится чистой, могущественной. И она вот когда купаешься, она тебя очищает, всякими живительными силами наполняет. За такие увлекательные мероприятия и любят ребята из многодетных и малообеспеченных семей приходить в Центр социального обслуживания. Многие отдыхают в оздоровительном лагере «Чайка» не первый год. Потому что дома сидеть неинтересно, а тут как бы веселье, дети, играть можно. Около полусотни ребят в возрасте от 8 до 11 лет отдохнут этим летом в оздоровительном лагере в Привятско-Полянском комплексном центре социального обслуживания населения. Наберутся сил, приобретут новых друзей и с нетерпением будут ждать следующего лета. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.